Приветствую всех на канале Горизонт Событий. Сильный снегопад накрыл Екатеринбург и область. В городе и на трассах ДТП общественный транспорт ходит с перебоями. Синоптики недооценили в два раза масштаб снегопада в Свердловской области. Вторник стал самым снежным днём декабря с 1917 года. По данным за вчерашний день и сегодняшнюю ночь выпало примерно 29 см снега. Это больше месячной нормы всего декабря. К утру 27 декабря высота сугробов на метеоплощадке была 53 см. За сутки она выросла на 31 см. По данным администрации города, снегопад побил рекорд 26 декабря 2002 года. За вторник уровень осадков вдвое превысил статистический минимум. Ночью на улице города вышла снегоуборочная техника. Она не справлялась с обилием осадков и застревала. Снег будут убирать с привлечением ГИБДД и строительной техники. Предварительно за ночь из города вывезли 5420 тонн снега. Днём 27 декабря на очистку дорог вышли 335 рабочих и 191 машина. Особое внимание уделяется расчистке вручную остановок и пешеходных переходов. Из-за заснеженных дорог на трассах стали образовываться пробки. Ночью затор был на Серовском тракте в районе Невьянска. С утра 27 декабря на той же трассе машины скопились в районе Таватуя на полосе в сторону Екатеринбурга. Утром ГИБДД перекрыло трассу Пермь-Екатеринбург на участке с 285 по 342 километр из-за плохого состояния дороги. Запрещен проезд всем видам транспорта. В Екатеринбурге с утра пробки достигли 8 баллов. По данным в городе случилось 13 ДТП. Также в аэропорту была отменена часть рейсов, а другая часть перенесена. В Калининградской области начался традиционный сезон штормов. Из-за обрушившихся на эксклав циклонов море практически повсеместно размыло пляжи. От стихии пострадали как курортные города, так и места дикого отдыха, где привыкли проводить свой досуг местные жители. Морская вода уже поглотила от половины до полутора метров популярных пляжей. Пострадали незащищенные участки коренного берега в Куликово, Заостровье, Рыбном, Светлогорске, Отрадном, а также основание Авандюны на Куржской косе, от Зеленоградска до поселка Лесное, сообщили в Балберегозащите. Непогода в регионе продолжается. По всей области можно наблюдать смешанные осадки в виде дождя и снега, а порывы ветра достигают 23 метров в секунду. Синоптики предупреждают о возможных подтоплениях из-за сильного переувлажнения почвы. В региональном управлении МЧС России заверили, что ситуация находится под контролем. Все экстренные службы и власти прибрежных муниципалитетов находятся в режиме повышенной готовности. Самый большой и оживленный горный перевал Узбекистана, Камчик, засыпало снегом. Это на границе с Кыргызстаном и Таджикистаном. На перевале Камчик работает спецтехника, убирают снег. Трассу также посыпают песчано-соляной смесью, чтобы не образовывалась наледь. При этом транспорт движется без остановок в обоих направлениях. Сотрудники СБД просят водителей быть внимательными и соблюдать правила, учитывая погодные условия. Воздушное и железнодорожное сообщение в столице Индии, Нью-Дели, было прервано во вторник утром, поскольку регион окутал густой туман, в результате чего в некоторых районах видимость снизилась до 50 метров. По словам метеорологов, ранним утром во вторник прогнозировался густой и очень густой туман. По данным Департамента погоды, который предупредил о влиянии, которое он может оказать на здоровье 20 миллионов жителей города, густой туман содержит твердые частицы и другие загрязняющие вещества. В Австралии продолжают подсчитывать масштабы ущерба, нанесенного обрушившимся на восточное побережье страны в ночь на вторник сильного урагана. Сильно пострадали штаты Квинсленд и Виктория. В Квинсленде до сих пор остаются без света более 85 тысяч человек вследствие разрушения ураганом более тысячи опор линий электропередачи. По словам синоптиков, порывы ветра превышали 30 метров в секунду. Сорваны крыши у десятков зданий, повалены сотни деревьев. От Государственной службы по чрезвычайным ситуациям поступило более 190 обращений о помощи людям, оказавшимся в опасности в результате наводнения. Местные власти отмечают, что на восстановление электроснабжения и разбор повреждений уйдут дни. Бюро метеорологии, в свою очередь, заявило, что угроза грозовых ливней на юго-востоке штата миновала. Однако несильные дожди все еще идут. Сильный ураган обрушился на Стилфонтейн в северо-западной провинции ЮАР. По всему городу видны разрушительные последствия стихии. У зданий повреждены крыши, повалены деревья и оборваны линии электропередачи. В Саудовской Аравии из-за аномальных ливней, накрывших регион, сильно страдает Мекка. Мекка – священный город всех мусульман, расположенный в пустынной долине на западе Саудовской Аравии. Улицы города залиты водой, местами они напоминают полноводные реки. Обильные осадки в виде снега, дождя и града в последние дни штурмуют Саудовскую Аравию. Также от сильных осадков пострадала и Медина в западной части страны. Тем временем, на юго-востоке от Таифа наблюдался торнадо, о его последствиях не сообщалось. В штате Юта из-за прошедшего снегопада и обледенения на дороге столкнулись более десятка автомобилей вблизи Брайана Хэда. Пострадавших нет. В среду около полудня в Иркутской области зафиксировали землетрясение. Буквально через несколько минут после катаклизма о нем проинформировал региональный главк МЧС. Сообщается, что оно произошло в Байкальском регионе 27 декабря в 13 часов 9 минут по местному времени. Известно, что энергетический класс землетрясения оценивается в 13,2. Магнитуда землетрясения составила 5,1. Интенсивность в Иркутске составила 2 балла. Объекты инфраструктуры работают штатно. Разрушений нет, сообщили в региональном МЧС. Спасибо за просмотр и до завтра на нашем канале. Не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить и оставаться в курсе последних событий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok